Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня гость открытой студии, политолог, историк Евгений Юрьевич Спицын. Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Добрый день. Евгений Юрьевич, здесь события в соседней Беларуси, они сейчас остаются у нас в повестке дня. И в одной из наших программ, открытой студии, анализируя ситуацию, в том числе и с выборами, мы говорили о том, что последствия таковы, что президент Лукашенко, Александр Лукашенко, прошел в любом случае жестокое испытание, жестокое лечение реальностью. Как вы думаете, если судить по его последним высказываниям, по его нынешним действиям, насколько это, скажем так, лечение эффективно в отношении Александра Лукашенко? Вы знаете, тут все надо рассматривать как бы в сравнении, с одной стороны, а с другой стороны надо рассматривать все в динамике. Дело в том, что сейчас водоворот событий, он настолько непредсказуем и по масштабам, и по времени, что предугадать что-либо фактически невозможно. То, что Лукашенко себя повел после выборов таким образом, это, в общем-то, совершенно было ожидаемо. У него был период очень небольшой растерянности и два возможных варианта действий. Либо идти, по примеру, Януковича на некие контакты с оппозицией, садиться за стол переговоров и подписывать какой-либо документ, который означал бы его однозначную политическую смерть. И второй вариант – это тот, на который он пошел. Поэтому, взвесив вот эти все «за» и «против», он из двух худших вариантов выбрал наилучший. Но на этот момент, вот это надо понимать, что на тот момент он повел себя правильно. Более того, вы обратите внимание, как он демонстративно ходил с автоматом. Это понятный был, так сказать, посыл оппозиции. И как он демонстративно поддержал всех силовиков. Он фактически с ними сроднился, что называется. Он фактически им показал, что он такой же, как и они. Что он с ними в одном ряду и что он будет стоять до конца и насмерть. Что в данном случае вопрос настолько принципиален, что никаких, так сказать, компромиссов вот в этом быть не может. Я думаю, что как политик, умудренный политик, он в тот момент поступил абсолютно правильно. Если бы он тогда бы дал послабину, то ситуация могла бы принять необратимо катастрофический характер и для него лично, и для Белоруссии в целом. Теперь то, что касается теперешних событий. А вот дальше, как мне кажется, он себя стал вести не совсем адекватно. Ему бы надо было алгоритм действий несколько поменять, что ли. не вести вот так линию, что ли, однозначно в таком, что ли, жестком ключе. Здесь, мне кажется, он совершил ряд тактических, пока что, ряд тактических ошибок. Дело в том, что надо прекрасно понимать, что Белоруссия давно была в замыслах, я их условно называю глобалистов, тем недостающим звеном, которым необходимо было ударить по голове России. Белоруссия была давно той территорией, которая выпадала из вот этого санитарного кордона, которым надо было бы окружить Россию. И которой бы надо было создать целый ряд проблем экономического и политического, и внешнеполитического свойства, с помощью которых выкачивать ресурсы России, разные ресурсы, в том числе и сугубо финансово-экономические. И вот теперь настала очередь той самой Белоруссии. И я вас уверяю, что от нее не отстанут. Тут могут быть, так сказать, времена прилива, времена отлива, но то, что будут методично подгрызать белорусский режим, то, что будут создавать проблемы Лукашенко по всем векторам, это к бабке не ходи. И здесь у него на самом деле люфт возможностей, то есть его шагов, он не очень велик. Одним из них является, конечно, не просто интеграция с Россией, о создании полноценного союзного государства, утеря значительной части суверенитета, властных полномочий, ну и далее по списку. Насколько он готов идти вот на такой способ спасения себя и режима, а вместе с тем, или вернее вместе с ним и Белоруссии в том виде, в котором он ее создавал, вот это большой вопрос. Сейчас он продолжает лавировать. Насколько долго он будет лавировать, трудно сказать. Тут еще ведь вопрос в надежности той политической и государственной элиты, которую Лукашенко все эти годы пестовал и взращивал. Вот сейчас она показала свою устойчивость. Вы обратите внимание, что никто из лагеря Лукашенко, те, кто занимает высокие посты и на гражданской, и на военной службе, они президента не предали. Как дальше будут развиваться события, трудно сказать. Но здесь и оппозиция повела себя, прямо скажем, не самым лучшим образом. То есть, ну, видна, очевидно, видна вот слабость этой белорусской оппозиции, ее неструктуированность, отсутствие в ней действительно харизматических лидеров, вождей и, как говорят, отмороженных. Вот на Украине их было целый воз и маленькая тележка. Вот там этот ударный кулак был, поэтому там переворот удался. В Белоруссии ситуация все-таки иная. Но я вас уверяю, что от нее не отстанут. Причем будут даже грызть не Минск. Зачем он Минск? Минск сам упадет. Они сейчас начнут с западных областей, прежде всего с Гродненской области. Потому что в этноконфессиональном плане Гродненская область наиболее рискованная область Белоруссии. Там есть значительный сегмент польского населения. Там довольно влиятельна католическая церковь. Ну и там вообще существуют определенные части населения пропольские настроения. Там у довольно большой части местного населения есть так называемая карта поляка. То есть, понятно, да, возможность спокойно ездить в Польшу, получать соответствующие преференции, привилегии и так далее. Ну вот я бы так сказал на этот вопрос. Ну и все-таки, Евгений Юрьевич, как вы считаете, насколько Александр Лукашенко контролирует сейчас ситуацию в стране? И как на этом фоне можно прокомментировать его инагуарацию в режиме фактически секретной спецоперации и ответную такую взрывную реакцию оппозиции, народную инагуарацию Светланы Тихановской? Слушайте, ну Тихановская это вообще коченая дура. Я такой идиотки вообще давно в общественно-политическом пространстве не встречал. Эта дурочка говорит о том, что она избранный президент Белоруссии и при этом кричит на всех углах. А мы не признаем прошедший выбор. Слушай, Света, а тебя на каких выборах тогда избрали, если ты кричишь, что ты законно избранный президент? На тех, которые ты признаешь незаконными, у тебя вообще как шизофрения, что ли, раздвоение сознания, говоря по-русски? Понимаете? Ну кто такие вещи может нести? Человек явно неадекватный. То, что прошла инаугурация, якобы тайна. Да я бы не называл это тайно, но не оповещали. Зачем кричать на всю страну? Если бы он день в подвале там или в какой-нибудь конуре собачьей провел бы инаугурацию в присутствии своего сына Коли там, какой-нибудь дворняшки там и пару мышонок, то это да, была бы тайная инаугурация. Он провел его, по-моему, во дворце республики в присутствии там нескольких тысяч, по-моему, двух тысяч, да, представителей органов государственной власти, высших должностных лиц. Все чин-чинарем, прочитал присягу, произнес, получил официальное поздравление. Я не вижу, что это была какая-то инаугурация в подполье, вот ей-богу. Другое дело, что она как бы при двери этой инаугурации не освещалась. Ну понятно, почему это было сделано. Чтобы не создавать лишних поводов для организации провокаций. Например, по пути следования кортежа. Или, например, чтобы не возбуждать оппозицию, для того, чтобы она стала организовывать какие-то митинги, протесты и т.д. Понимаете, ведь надо иметь в виду, что значительная часть белорусов, они настолько далеки от политики. Им вообще, что Лукашенко, что Тихановская, что Спитсон, что Путин, что Папа Римский. Трамп, Меркель и все вместе взятые по барабану. Они настолько уже от всего этого устали. Им вот эта вся околополитическая возня уже... С другой стороны, понятно, что они обыватели. Они не до конца осознают, что во многом условия их жития, бытия, они зависят именно от политиков. От тех, кто находится у власти, какой политический, экономический курс проводят эти власти и т.д. А с другой стороны, вот это вот как бы, да, вот тоже своеобразная шизофрения сознания. И людей можно понять, потому что они вынуждены жить в условиях довольно тяжелого кризиса, и экономического, и морального, и психологического, помноженного на вот эту вот пандемию, которая всех на самом деле уже измотала. Вот сейчас начинается второй акт Морализонского балета, связанный с этой пандемией. Поэтому, по большому счету, для значительной части населения все это настолько несерьезные вещи, от которых они далеки, от которых, более того, они сами бегут, сами. Потому что мы уже надеялись этой политике со времен Горбачевской перестройки. Это когда Горбачев начинал свою политику гласности. Вот тогда люди, еще не познав, так сказать, свеженького, новенького, кинулись, как в омут с головой, вот во все это. А потом вспоминайте, как им это все обрыгло, когда рушился Советский Союз. Вот говорят, почему большая часть граждан Советского Союза не вышла защищать страну. Ну, она, во-первых, не вышла, потому что она устала, она политически устала. Во-вторых, жрать нечего уже было. И, в-третьих, народ банально обманули. Ведь когда подписывали эти соглашения в Беловежской Пуще, никто же не сказал, что мы разбегаемся и будем жить теперь в самостоятельных закрытых квартирах, что мы будем воздвигать пограничные столбы, ставить таможенные посты и т.д. и т.п. Тогда же было сказано, нет-нет, мы просто поменяем название государства. Не СССР, СНГ. А все остальное будет так же, как и было. Единая граница, единая таможня, единая денежная единица, один эмиссионный центр, единые вооруженные силы. Вот на что людей развели, как лохов. Люди поверили, понимаете. А задним умом сейчас нам говорят, а что же никто не вышел защищать Советский Союз? А чего защищать? Название само или содержание? По содержанию нам сказали, что будет все то же самое. А на самом деле кинули, как лохов, в прямом смысле этого слова. Ну и все-таки, если говорить, прогнозировать какое-то будущее Белоруссии, сейчас многотысячные митинги, они продолжаются, обретают все новые и новые формы протеста. Насколько реально все-таки конвертировать вот эти недовольства улиц в политические какие-то решения, в Майдан, в цветную революцию? Ведь сейчас вот и вы тоже говорите, что этот протест, он такой в некотором смысле безголовый, без каких-то интересных, харизматичных вожаков. Насколько есть шанс того, что он без вожака вроде как не может уйти в подполье? Или все-таки может? Надо иметь в виду, что все эти машины, они требуют огромного количества средств. Просто так никто жечь покрышки и сидеть неделями, месяцами на одном месте сиднем не будет. А уж тем более принимать участие в каких-то противозаконных боевых действиях. То есть со стрельбой, с убийствами и так далее. На Украине это все прошло именно потому, что туда вбухивали колоссальные деньги. Прежде всего местные олигархи. В Белоруссии таких олигархов нет. А зарубежные акторы, которые могли бы поучаствовать в этом, в том числе финансовыми, они слишком жадные. Да и у них сейчас нет особо денег. Им вообще-то на самом деле не до Белоруссии. По большому счету. С другой стороны, они упускать ее не будут. Понимаете? Вроде бы чемодан без ручки, нести тяжело, а выкинуть жалко. Вот примерно такая сейчас ситуация в Белоруссии. Тут может быть что-то кардинальным образом измениться, если, например, силовики Белоруссии при разгоне какой-то очередной незаконной манифестации могут перейти вот ту грань насилия, которую они уже переходили и которые вызвали всплеск недовольства по всей Белоруссии. И вот возник такой как бы мираж того, что Лукашенко рухнет. Но это только был мираж. Но вот если в очередной раз произойдут подобного рода вещи, я думаю, что здесь уже Лукашенко придется ой-ой-ой, как не сладко. Потому что все-таки у людей есть озлобленность внутренняя. Надо же все-таки понять, что собой представляет белорусское общество вот в настоящее время. Я имею в виду активная часть белорусского общества, которое может влиять на политические процессы. С одной стороны, там, конечно, есть агенты влияния. Куда без них, как говорится. Хоть бабки не ходи, они везде и всюду. Дальше. С другой стороны, там есть, конечно, идейная так называемая оппозиция, которая всегда такой была. Им не важно, кто сидит на престоле. Лукашенко, Тимошенко, Порошенко и так далее. Они просто сами по себе двинутые на литвинстве, на национальной исключительности и т.д. и т.п. Это вот идеология вот этого самого литвинства. А с другой стороны, есть значительная часть населения, причем, кстати, вот среди студенчества, которым хочется перемен просто. Вот просто перемен. Неважно, какого качества, условно говоря, по большому счету, и по какому вектору развития. У каждого сегмента протестного электората есть свои интересы и свои побудительные мотивы. Не надо их всех одной краской мазать, потому что у Тихановской свои побудительные мотивы. А у вот этой мадам, которую арестовали-то на границе, как ее, Ковалева, что ли, или как ее, да? У нее были свои побудительные мотивы. Так же и у этой все это их. Так что и потом. Не надо думать, что вот многие те, кто протестуют против Лукашенко, это заведомо противники России, сторонники, значит, либеральной идеи, противники интеграционных процессов, ну и т.д. и т.д. Я вам еще раз говорю, там просто люди устали, физически устали от фигуры Лукашенко. И они согласны посадить любого другого, и чтобы он не просто продолжил, например, этот курс на интеграцию с Россией, а чтобы он, наоборот, его ускорил, чтобы он принес куда большие плоды. Потому что те же белорусы считают, что они реализовать себя и в профессии, и в жизни смогут куда как более лучше ни в Польше, ни в Прибалтике, ни в Румынии, на которых они тоже смотрят, знаете, как писал, у советских собственная гордость, на буржу их смотрим свысока. Они считают, что, например, в той же России у них будет куда больше возможностей для реализации, самореализации. Так что вот так вот. А сейчас у них нет возможности самореализоваться даже на территории России? Что им мешает? Ну, дело в том, что, понимаете, здесь формально у нас существует союзное государство, но по факту его нету. А раз так, значит, у них возникает целый ряд проблем чисто юридического свойства, понимаете? Нету даже, вот если, понимаете, одно дело, мы, да, в союзном государстве, но я гражданин России, он гражданин Белоруссии. А где у нас общее гражданство-то? Где у нас общегражданский паспорт, как был в Советском Союзе? А где у нас общегосударственные, общегражданские властные институты? Где у нас, например, исполнительный комитет? Где на паритетных началах присутствуют белорусы и россияне? Где у нас, например, союзный парламент? Если произошло бы полноценная интеграция двух государств, единое государство, здесь сразу возникает целая, так сказать, надстройка государственно-властных институтов, которые возьмут на себя значительную часть полномочий и России, и Белоруссии. А значит, возникнет новый шанс, условно говоря, для, во-первых, реализации каких-то общих проектов, совсем по-другому будут уже перенаправлены те же денежные потоки, подготовка кадров, ну и так далее, и так далее. То есть это совершенно другие правила игры. Вот о чем речь идет. Как вы считаете, Александр Лукашенко, он спасает свою жизнь, когда вы говорили, свою политическую фигуру, или государство, которое он фактически создавал и сохранял в той форме, в которой она сейчас... Слушайте, я мог бы сказать, что он спасает свою жизнь и так далее, но я хочу вас уверить, что Лукашенко не конченая скотина. То есть он, конечно, думает о себе любимом, но я думаю, что он думает о себе любимом во вторую очередь. В первую очередь он все-таки думает о своем ребенке. Вот понимаете, как отцу и матери невыносимо терять своего ребенка, особенно если они его воспитывали, когда он был тяжело больной, неизлечимо больной и так далее. Вот потерять его для... Это трагедия. Так вот для него то же самое является потерять ту Белоруссию, ту Белоруссию, которую он создавал четверть века. Это для него ребенок, любимый ребенок, который он лелил, полил. Он, может, ошибался, но вот он ошибался, любя свою землю, свою страну, и поэтому любые попытки отобрать у него этого ребенка, они вызывают у него вот такую вот ответную реакцию. И не только со стороны там вот поляков, там литовцев, а и со стороны России. Вы что думаете? Если бы он не любил Белоруссию, я вас уверяю, что он ее еще поза-поза-поза вчера отдал бы там за энную сумму денег на съедение российским олигархам. А он не хочет этого делать. Это для него любимый и родной ребенок. Он трясется над ней. Понимаете? И он не может понять мнение других людей. Вот я вам создал Белоруссию, свою любимую Белоруссию. Вот какой я хотел ее создать, такой я и создал. И в Белоруссии. Не все, далеко не все принимают нормы правил Лукашенко в обожании Белоруссии. Вот я так бы сказал. Есть еще и вопрос политического международного равновесия и признания легитимности президента Лукашенко, в который ему отказали 12 ведущих государств на сегодняшний день. А как это отразится на внешней политике Белоруссии? И, например, президент Чехии, Милыш Неван, он предлагает пересчитать бюллетени прошедших 9 августа выборов. Французский президент Макрон вообще предлагает Лукашенко, президент фактически суверенной страны, покинуть пост. Непонятно, да, откуда такие предложения. Были ли подобные прецеденты в истории международных отношений и не способно ли такое вмешательство подогревать такую ситуацию в стране? Слушайте, ну прецеденты такие, конечно, были. Например, вот если бы я был на месте Лукашенко, я вам честно говорю, тьфу я растереть. Уж на Земана-то, господи, на Макрона абсолютно. Вот я вам честно говорю, вот эти все видимые там признали, не признали. А кого это вообще интересует? Сильным будут? Признают. Ничего страшного. А этим ребятам надо в зеркало почаще смотреться. Понимаете? Я вот, например, не признаю президентство Макрона. И что дальше? Ему что, от этого холодно и жарко? Я вот считаю, что ему выборы нарисовали. То, что он был ставленником Сороса и компании, это совершенно очевидно. Что к власти должны были прийти правы, это тоже совершенно очевидно. И вдруг неожиданно, как черт из табакерки, выскакивает лидер какой-то только-только зародившейся партии и побеждает всех. Слушайте, не смешите мои тапки, не надо рассказывать всякие байки по поводу буржуазных выборов. То, что его протащили во власть совершенно незаконно, с грубейшим нарушением всех мыслимых и немыслимых выборных процедур, это совершенно очевидно. Он бы себе сидел бы и, так сказать, повякивал бы себе, что называется, в платочек и не выступал. То же самое касается Зеймана. Это, так сказать, генерал без армии и король без короны. Никому не нужный отставной политик, который ничем никогда не управлял. Сам бы прошел процедуру свободных выборов, тогда бы что-нибудь говорил. Понимаете? Меня это вообще никоим образом бы не трогало. Ну, не признали, а я-то, а я тоже их не признаю. Я вот не признаю. И все. Ну, вот обменяемся любезностями и будем дальше жить по своим правилам. Я еще раз говорю, плевать и растереть на все их мнение с высокой колокольни. Пускай Лукашенко меня позовет туда себе, воссоздаст ЦК Компартии Беларуси, меня сделает секретарем ЦК по идеологии. Я приеду, быстро ему кадры состряпаю, и мы разошлем их во все, там, шесть областей, не так много, во все обкомы партии и проведем политучебу всем госслужащим, учителям и преподавателям вузов. И объясним им на пальцах, что такое демократия западной упаковки. Если говорить об интересах нашей страны, интересах России, каков для Кремля самый благоприятный сценарий развития событий в Беларуси, тем более, что нам нужно каким-то образом избежать очага нестабильности у наших границ? Самое благоприятное для части нашей элиты – это поглощение Беларуси, превращение ее в очередной девятый по счету федерального числа. Больше никаких интересов. У нас, к сожалению, настоящих интересов, которые отражали бы интересы наши исторические, биополитические, народные, какие хотите, не исповедуются. Сейчас все определяет интерес только денежный мешок. Люди гибнут за металл. Вот главное содержание нашей эпохи. Вот и все. Но как будет Москва выстраивать все-таки свою политику в отношении Беларуси, особенно учитывая, что она, в принципе, должна свои союзнические обязательства перед Минском выполнять? Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, он сказал, что будущее России именно от этого и зависит. Зависит от того, насколько мы сможем помочь Беларуси. Нет, нет. Будущее России от этого не зависит. Я здесь не согласен, Зюганов. Будущее России зависит от смены общественно-экономических отношений. Вот это главное, основное. Если не произойдет смена общественно-экономических отношений, а, естественно, за сменой этих отношений и всего остального, Россия ждет катастрофа. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Это тупиковый путь истории России. Вот это вот трудно понять, что ли? Просто вот сядьте, просто вот, отрешитесь от всего земного, поезжайте куда-нибудь на горную речку и недельку подумайте, куда мы затащили собственными руками свою страну. И не только свою, а все страны бывшего Советского Союза, социалистического лагеря. Нас как дурачков за понюшку тубака купили. Вот на эту самую лживую западную демократию. Демократию рыбовладельцев. И вот мы до сих пор 30 лет происходят вот это вот кошмар и катастрофа. Так что все вот эти интеграционные процессы, они, если эти интеграционные процессы пойдут сейчас, они пойдут только на условиях российского олигархата. Но неужели это непонятно? Приватизации всех самых ходовых доходных, так сказать, активов белорусской экономики. Все остальное будет пущено под нож. То, что не будет приносить прибыль, все будет пущено под нож. Понимаете? Не нужны будут, например, там эти вот трактора, минского тракторного завода. Значит, закроют этот завод. Ну и далее по списку. Понимаете? А вот Урал, вернее, Белорусскали, он нужен будет. Там надо будет наращивать, наоборот, производство. Значит, будут туда букивать деньги. Поэтому не надо строить иллюзии. Вот интеграционные, вот тоже коммунисты. Какие интеграционные процессы? На базе чего они будут происходить? На базе общественных отношений? Вы что думаете, они будут происходить на базе общенародной собственности, на средства производства? Я вас умоляю. Могут ли белорусские события наложить свой отпечаток на российские выборы в 2021 и 2024 годах? Слушайте, ну про 2024 год я вообще загадывать не буду. Мне трудно судить. Вот ей-богу. Еще 20, ой, еще 4 года. А на 2021, да, вполне возможно. У определенной части политической оппозиции возникнут соблазны реализовать подобного рода сценарии. Насколько они будут готовы к этому? Насколько к этому будет готова власть? Какова будет общественная обстановка, социальная обстановка? Мне трудно сказать. Потому что я вот боюсь, что мы сейчас влезаем в новую полосу кризиса экономического, такого серьезного. Все-таки входим в зиму, а выборы у нас бывают в марте и, значит, в сентябре, да, два раза в год. Если речь идет о мартовских выборах, мне трудно сейчас вообще что-либо спрогнозировать. Но вполне возможно, конечно. Понимаете, там события не только в Беларуси, а события, например, в той же Башкирии, в том же Хабаровском крае, в той же Архангельской области. То есть вот это недовольство, оно все-таки каким-то образом прорывается. Власть пытается на это реагировать. Где-то реагирует адекватно. Ну, например, как в Башкирии. Там надо отдать должное губернатору. Он довольно быстро сумел локализовать это и довести, кстати, эту ситуацию до верховной власти. Обратите внимание. Он не стал прятать голову в песок. Потому что я, насколько понял, Путин был в курсе этой ситуации. И тоже поддержал, кстати, поведение губернатора. А в других-то регионах все пытается, что называется, спрятать, скрыть и сделать дело, значит, как будто все шито, крыто и так далее. А этот людской протест, он никуда не уходит. Он вовнутрь туда опускается. Но мы, так сказать, знаем, чем заканчивается, когда горшок держат на костре и закрывают плотно крышкой. Понимаете? Костер медленно горит, медленно. Вроде бы как бы и незаметно. А потом как рванет, и мама, не горюй. Вспоминайте, например, те же события февраля 17-го года. Да никто даже нет. Ни у кого даже в голове не было. Чем это может закончиться? Понимаете? Так что я бы вот таких прогнозов никаких бы не стал бы делать. Потому что, тем более сейчас, в условиях информационного общества любые прогнозы делать, это себе дороже. Все-таки надо иметь в виду, что мы живем в обществе, где информацию, как бы ее ни пытались спрятать, сокрыть и так далее, она все равно прорывается наружу. И буквально в считанные часы облетает миллионы и миллионы людей. Понимаете? Миром правит информация. Вот это надо учитывать. У нас, к сожалению, во многом это не берут в расчет. Спасибо вам большое, Евгений Юрьевич, за ваши комментарии. Гость открытой студии сегодня политолог, историк Евгений Юрьевич Спицын. Я и Недобросовестна. Спасибо вам большое. Доброе евро. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин